11.05 в Кире начинается программа «Дневной разворот». Сегодня неожиданно для среды, но мы с Анной Лапшиной, я с Ланзаньковой, Анной Лапшиной. Добрый день, да, мы исправимся завтра. Да, мы поясним. Завтра будет Урбан, потому что Илья Вячеславович Шульгин, наш сети-менеджер, который придет в программу Урбан сегодня в командировке, а завтра он будет и на 2 часа, будет в полном нашем распоряжении. Завтра мы будем говорить в первом часе о ливневках, потому что Киров в очередной раз затопило, и вопросов к этому много. А во втором часе Илья Вячеславович будет отвечать на вопросы слушателей, читателей, газеты «Источник новостей» и портала «Первый источник». Так, а сможет ли кто-то из наших слушателей во втором часе дозвониться? То есть мы принимаем звонки в прямом эфире во втором часе по любым темам. Завтра. Завтра, да. Завтра, не сегодня. По городским, не по любым. По городским темам. Но не только по ливневке. Значит, это будет завтра. Это будет завтра, но сегодня у нас тоже первая тема дневного разворота можно было бы отнести к урбанистическим темам. И у нас такая неделя урбанистики, связанная это с тем, что прошел в том числе... Связанная это с тем, что Светлана вернулась с московского урбанистического форума и до сих пор не может отойти от этой темы важной и злободневной. Несколько лет назад я впервые побывала на московском урбанистическом форуме. Я вот до сих пор не могу отойти от этой темы. Но она непосредственно уже касается города Кирова и конкретных людей, и конкретных домов. И об одном из таких домов мы сегодня расскажем. И о таких людях мы сегодня расскажем. Мы с ним познакомимся прямо сейчас. У нас в студии Елена Кустова, организатор проекта «Томсуэрфест» на Вятке, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории ВятГУ. Елена, добрый день. Добрый день. И Эдуард Филиппов, участник проекта «Томсуэрфест» на Вятке. Эдуард, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем мы поставим запись одного известного историка... Который будет с нами дистанционно, я бы сказала. Дистанционно, да. Коллеги Ильи Варламова по урбанистике. Мы все-таки действительно сначала в двух словах скажем о том, что такое «Томсуэрфест» и почему вы там оказались. Итак, «Томсуэрфест» — это? Это фестиваль, который был основан три года назад в Самаре. Сейчас он охватывает 29 городов. Идея восстанавливает как раз историческое наследие городов. То, что города, мы видим, сейчас имеют старую часть, которая очень быстро уходит в прошлое. И вот как раз идея эти дома пыталась сохранить как раз силами самих людей, горожан, с помощью средств спонсоров в первую очередь. Технологически, я так понимаю, это выглядит так. Берется какой-то один дом, и малыми силами активистов он приводится в такое надлежащее состояние. Я видела просто фотографии из Самары, вот с самого-самого первого фестиваля. Там, по-моему, было какое-то деревянное здание, совершенно безумно окрашенное в свое время властями. И к моменту уже, когда прошли какие-то восстановительные работы, оно приобрело такой достаточно органичный вид, я бы сказала. Ну, примерно, да. Киров подключился в этом году к этому фестивалю впервые? Да, впервые в этом году. Весной буквально у нас еще есть еще один человек, который организует этот проект. Это Мария Русинова. Вот мы с ней съездили весной в Самару на школу. Том Суэр-Феста. Нам, нас как раз обучили, примерно, каким-то механизмом запуска этого проекта. И вот мы решили как раз попробовать этот проект у нас в городе Кирове. И этот проект в городе Кирове действительно пошел. Я, наверное, одной из первых видела, как он начался. Шла вот с работы. Это совсем рядом здесь у нас на улице Спаская, перекресток Карла-Липнихта и Спаская. Всем хорошо известный, красивый краснокирпичный дом на углу. И там я что наблюдала, и фотографии есть у нас на сайте и в моем фейсбуке. Там с помощью специальных таких... Лопаточек? Нет, не лопаточек. Пескоструйных вот этих вот керхеров. Керхеров, да. Да, очищалась стена до красного кирпича. Там я видела и детей, которые тоже там что-то, значит, скребли. Вывешивался плакат большой. И вот я как раз вот на первых этих стадиях заметила, что вы делаете. Давайте обозначим, почему вы выбрали именно этот дом, Эдуард. Насколько я знаю, правила Томсуэрфеста включают в себя главное требование. Этот дом или этот не должен являться памятником городского или там какого-то другого значения. То есть вы можете прикоснуться к памятнику без специй. Охранных обязательств у него не должно быть. И второе условие. Жильцы должны быть согласны. Трудно было получить согласие жильцов, Елена? Ну, на самом деле, вот дом у нас небольшой, трехэтажный, а маленький пристрой двухэтажный. Там сейчас проживают две семьи. Реально даже они сейчас там не проживают. То есть там делается ремонт. Поэтому фактически мы говорили с домком общего дома, который дал нам согласие. Ну и сами жильцы тоже, в принципе, не против того, чтобы мы там работали. А они помогают вам? Ну, дело в том, что именно в нашем пристрое сейчас там никто не живет. Поэтому помогать там нам особо некому оказалось. Но нам дают воду и электричество. Это уже много. Это уже огромный плюс, да. Сколько всего человек сейчас задействовано в этом процессе в Кирове? Ну, скажем так, есть ядро проекта. Это человек пять, который готов постоянно ходить и работать. Всего, наверное, тут поработало порядка человек 25. Ну, а еще есть и те, кто нам дает советы, кто дает деньги, кто просто нам помогает каким-то другим образом. Ну, наверное, сейчас это человек 50 примерно так. А кто эти люди, Эдуард? Эти люди, мы сами, это наши друзья, самые близкие друзья, в первую очередь. А во-вторых, социальные сети все-таки работают. И бывает, что по фотографиям или по постам каким-то люди просто пишут в комментариях, что мы готовы помочь. И совершенно неожиданно порой мы можем привезти кирпич. Пожалуйста, везите. Мы можем дать шланги. Мы можем дать керхер. Вот это люди случайно всплывают, поскольку они обозначены даже не под своими именами ВКонтакте, в частности. Мы пока этого человека не увидим в реальности, мы вообще не знаем, кто это. А есть у фестиваля Кировского своя группа ВКонтакте? Да, есть. Это так и называется. Том Ссор и Фест на Вятке. Том Ссор и Фест на Вятке. Да. Вы там что размещаете? Ну, мы, во-первых, там размещаем наше расписание работы. Поэтому, в принципе, любой может там посмотреть, когда мы работаем, в какое время, в какой день. И, кроме того, там своеобразный отчет того, что мы делаем буквально каждый день. Поэтому, в принципе, любой может, желающий зайти и увидеть нашу работу воочию. Мы сейчас это прямо, вот я сейчас прямо это и буду делать, заходя в ВКонтакт, в вашу группу. Вы начали работу в начале июля? Ну, нет, мы начали в конце мая. В конце мая. И вообще, конечно, мы рассчитывали изначально ее закончить в конце июня. Но, конечно, работы оказалось чуть больше, чем мы предполагали изначально. И вот сейчас, думаем, дай бог, до сентября нам закончить эти работы. Что включает в себя объем работ, который вы запланировали? Ну, дело в том, что изначально мы планировали просто смыть покраску. Думаем, что, в принципе, этим дело завершится. А там красный кирпич чем был покрашен? Дело в том, что впереди фасад был покрыт, наверное, тремя слоями штукатурки. Там была шпаклевка какая-то, шпаклевка, а потом разные виды краски. Последняя была сурик. А перед ним что-то синее. Не знаю, что это. Ничего себе желтым закрашивали синие. Ну, в общем, короче... Толстый должен быть слой. Мы его убирали и вручную, и потом еще смывали. Вот как раз Эдуард очень активно смывал Кёрхером все это дело. И мы думали, что под ним будет хороший кирпич, и мы на этом успокоимся. Но, как оказалось, как раз в центре стены боковой были большие проблемы изначально до покраски. И просто-напросто проблемные места были замазаны цементом. То есть начала кладка разрушаться, да? Более того, даже я могу предположить, из-за чего это происходило, потому что изначально этот дом, он сейчас как бы смотрится отдельно, но изначально к нему примыкал другой дом, деревянный. И как раз в этом месте, где они соединялись, это была крыша, постоянно текла вода, и кирпич стал очень быстро как раз терять свои свойства. И вот теперь как раз наша задача убрать плохой кирпич и изменить его другим кирпичом уже адекватным, скажем так. Вы кирпичом современным будете изменять? Не будете родной? Родной кирпич не будете искать? Это проблема, конечно, у нас стоит очень острая, потому что, конечно, кто у нас работает обычно на объектах культурного наследия, не говорят, зачем вам искать кирпич старый? Вот есть новый кирпич, по размеру примерно такой же, мы говорим, а цвет? Потому что вообще есть идея вернуть не просто вид, но еще и цвет, который был изначально. Поэтому у нас была целая эпопея, мы искали старый кирпич по всему городу, нам писали, что вот где-то там в округе Кирова, там в других местах, где он там может быть. А в итоге мы взяли кирпич из нашего благородного собрания. Но там он, конечно, очень разный по состоянию. Это то, что сейчас реставрируют. На углу Спаска и Ленина, там вот та самая часть здания, на балкон которого как будто бы выходила Наталья Гончарова, значит, полностью внутренности снесены, а там исторически как раз кирпич, и он там куда-то вывезен был. Нет, дело в том, что его вывозят, я скажу более того, как правило, он как мусор, то есть как бы на дорожке, дороге и так далее. То есть когда мы об этом узнали, мы увидели, что там вывозят оттуда КамАЗы, но куда они ехали, мы не знали. А там, поскольку постоянно был процесс выемки этого кирпича, мы уже в самом конце как-то осознали процесс, что можно его тоже набрать, попытались договориться, там никто не был против, поэтому мы тоже вывезли то, что смогли. Какое количество кирпича удалось спасти? Ну, наверное, около 200 штук, но из них надо, конечно, еще выбирать, потому что, к сожалению, не каждый кирпич, он как бы дожил в нужном состоянии до наших времен, поэтому, ну, в принципе, вот то, что у нас сейчас есть, он довольно приемлем для того, чтобы заниматься. Давайте мы напомним про возраст того и другого здания. Возраст здания, над которым вы работаете, еще раз, это Карла Литвинского с Паскалью. Ему 150 лет, а кирпичу 200 лет. Как это? Ну, вот так. А кирпичу, который с Ленина привезли. Потому что, да, это здание как раз примерно это год 10-19 века, но по состоянию, знаете, вот нынешний кирпич, он во многом уступает тому, который был тогда. Вот я и хотела спросить. То, что вот сейчас здание, за которое борется Том Суэрфест, ему 150 лет, кирпич удалось получить со здания, которое там сносится внутренностей, ему 200 лет. А я сейчас прямо сразу подумала, на глазах же у нас это происходит в этом году. В центре как минимум два здания разобрано были. Это вот этот Гончаровский как раз, да, объект. И второе, это объект на перекрестке Молодой Гвардии и Свободы, где сейчас строится новый дом. Помните, этот ансамбль из трех больших красивых краснокирпичных домов? Один из них снесен, и сейчас будет там современное здание. И очень быстро все вывезли. И там тоже масса была красного кирпича, конечно, да. Красный кирпич вначале смотрели с прачечной, которая была... Вот здесь, на Московской, прекрасный тоже объект. Но там уже все вывезено. Нет, проблема еще была в том, да. И кирпич еще другой. Размер кирпича. Дело в том, что не каждый кирпич подходит по размеру. Может быть, там надо было более узкий, да, поэтому вот это тоже была проблема найти вот именно этих параметров кирпича. А вот этот подошел, да, который с Лениным. Прервим сейчас на полминуты и продолжим разговор. Ирина Кустова, организатор проекта ТОМСРФС на Вятке, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории ВЕТГУ. У нас в гостях Эдуард Филиппов, участник проекта ТОМСРФС. Эдуард тоже историк, насколько нам известно. Да, да, и не только. Скромно, скромно. Он сказал, не надо мне больше никаких рекалей, вот достаточно, что я участник. Вот мы дошли до момента, еще раз напоминаю, мы сейчас говорим о доме, который находится на перекрестке улицы Карла Липнихта и Спаская. Краснокирпичный старинный 150-летний дом, в котором проживали в свое время. Кто? Это были купцы Клобуковы, но у нас было три рода в нашем городе, поэтому это не те Клобуковы, которые мы знаем по известному дому на Спасской, который находится чуть ближе к реке, но тоже один из родов известный. Купеческий дом. Купеческий дом. Купеческий дом. Его сейчас силами активистов, которые сотрудничают с ОРФест, пытаются не то чтобы восстановить, наверное, а больше привлечь к нему внимание для того, чтобы найти средства на восстановление и сберечь этот объект, чтобы он не был снесен, как очень многие исторические дома, незащищенные статусом исторического наследия в нашем городе. Мы уже сейчас выяснили, что в процессе поиска кирпичей для того, чтобы латать дыры в флигеле этого дома сразу обнаружилось несколько объектов, которые в этом году уже сносились. Во-первых, это внутренности Дома благородного собрания на улице Ленина с Спасской. Во-вторых, это тоже, насколько я помню, тоже историческое здание на перекрестке Молодой гвардии и Володарского. В-третьих... В-третьих, это здание прачечное на Московской, простите. Недавно снесенное. Недавно снесенное. Это большая жалость, конечно, что этот дом был снесен. Но я все-таки ожидала, что какой-то там культурный объект возникнет. Все располагало к этому, на самом деле, конечно. И вот это в этом году, товарищи, произошло. В этом году. Три здания мы перечислили, возможно, их больше. И, как нам рассказали коллеги, которые присутствуют сейчас в нашей студии, 25 примерно человек, в общем-то, участвовало уже на данный момент с мая месяца в работах потом с Airfest. Ядро составляет 5 человек, и вы обращаетесь к спонсорам, потому что необходимо оборудование, необходимые расходные материалы. Какие в итоге суммы, например, может быть, деньги потрачены были вами и вашими партнерами на уже сделанные работы или сколько нужно спонсоров? Сколько нужно еще? Ну, что касается сумм, да, обычно эта сумма, она не превышает 30 тысяч рублей от одного спонсора. Но вот, что говоря о спонсорах, которые нас сразу буквально поддержали, как только мы заявили о том, что мы еще только лишь планируем этот проект запустить, буквально сразу нашли МТС и сказали, что мы готовы помогать. Но я скажу сразу, что МТС помогает не только в нашем городе, это такой уже бренд у них, они помогают в разных городах этому проекту, поэтому, в принципе, для них это было чем-то таким, к чему они были уже готовы. Это классно, потому что обычно федеральные компании сложно входят в такие проекты, если это уже не централизовано где-то, то есть вы попали как раз мне кажется, у МТС сейчас как раз вот эта история с благоустройством и обустройством она идет по всей стране. Многие потихонечку это делают, но вот смотри, например, у Сбербанка, у них конкретное направление, они же нам сами говорили, у них дети и спорт. Когда с этими проектами к ним обращаются, они, например, туда могут, потому что это федеральная линия такая у МТСа. Другая федеральная линия. Сейчас я знаю, что у МТС, я так понимаю, это просто у МТС благоустройство или именно историческое наследие. Ну, я думаю, что и то, и другое, потому что можно как бы не просто восстановить дом, но еще и привести в порядок тот двор, который находится около него, а вот тут как раз тут есть над чем поработать. Думаю, что возможно и такие варианты тоже. Так, еще кто? Ну, есть еще одна крупная фирма строительная, я пока ее не называю, они вот так попросили. Они нам тоже помогают, в частности, инструментом ручным и средствами защиты. Кроме того, есть фирма Неомит, она как раз нам прислала пропитки и краски для нашего дома. Ну, вот, наверное, основные... Садовник. Садовник, да, нам предоставил шланг прекрасный, 50 метров. Кстати, садовник тоже откликается на такие общественные проекты. Да, и еще есть фирма, это сейчас вот, чтобы не ошибиться, по-моему, Кировпромбезопасность как раз нам помогает и советами, потому что они занимаются оценкой зданий как раз и проектами по ним. Поэтому нам помогает немножко деньгами и вот советами тоже, что очень важно. Ну, и я так понимаю, что есть определенное количество людей, которые готовы поучаствовать и рабочими руками, условно говоря, да, и может быть какими-то небольшими совершенно суммами, то есть вот вы сейчас говорили про крупные, да, про крупных спонсоров, а есть люди, которые, наверное, приносят небольшую денежку. Или нет? Насчет денег не уверен. Нет. Ну, приходят по работе. Приходят по работе. Да, вот 16 июля, читая объявление, напоминаю, что в ВКонтакте есть группа о том Сойерфест на вятке. Сохраним старую вятку слоган, да. К сожалению, в конце июля, пишите вы, несколько активных томс Сойеров едут на заслуженный отдых, поэтому ищем новых помощников. Вот сейчас внимание всем, кому это интересно, внести свой вклад в сохранение старой вятки. На ближайшие 2-3 недели планируется широкий фронт работ. Вычинка старого кирпича, его замена новым или хорошим старым кирпичом. Отмывка кирпича, привезенного из благородного собрания. Домывка фасада и карниза дома керхером. По-прежнему ищем. Керхер, еще один нужен, да? Нет, дело в том, нам давали его на время, поэтому, а время вышло. Время вышло. То есть, грунтовка стен, покраска молдингов, окантовка окон и рустов, установка водосточной системы. Если вы не умеете ничего делать, научим. Если умеете, научите других. Вот это прямо сейчас я сообщаю нашим слушателям. Если есть такая возможность и ваше желание, может быть, куча людей, которые умеют это делать. В Кирове есть целое училище, которое выпускает таких студентов. Практикуйтесь, принесите пользу своему городу, оставьте свое имя, в конце концов, Светлана, это же прекрасно, на самом деле. Когда люди станут старше, если это молодые люди, у них появятся дети, это же замечательно. Со своим ребенком мимо по улице Спасской проходя, говорить, что ты знаешь, а вот когда-то я вот здесь вот это вот делал руками. А сейчас прямо можно, прямо сейчас со своим ребенком прийти и вместе поработать. Ну вот смотрите, какая история. Начался, то есть только мы стали наблюдать, как у нас в центре города активисты пытаются сохранить старое здание, как известный блогер Илья Варламов на урбанистическом форуме не московском, почему мы о нем вспомнили, заявил, что... Презентовал, я так понимаю, да, появление фонда сохранения. Я не была на презентации, я только видела, что они заявили вместе со своими организаторами в соцсетях и на сайте у себя там Илья написал, что открывает фонд внимания, фонд сохранения исторического наследия. Это вот буквально было на прошлой неделе, буквально в течение московского урбанистического форума, а он, напоминаю, проходил с 17 по 22 число, вот ближе к выходным они объявили об этом. И, конечно же, мы сразу обратили внимание на этот момент. Ну, во-первых, Илья молодец, он хорошо популяризирует такие истории урбанистические. Во-вторых, там у него во френдах, которые объявили, что вместе открывают этот фонд, наш хороший знакомый Павел Гнилорыбов, который был здесь у нас в студии... И неоднократно был в Кирове. И любит наш город, как говорит сам. Он тоже историк, он тоже урбанист. У Павла тоже были свои сессии практически каждый день на урбанистическом форуме. Мы с ним вот хорошо поближе познакомились на школе гражданских инициатив в Кудрино прошлой зимой. И Паша, конечно, я считаю, что он тоже великолепный совершенно двигатель и значимая персоной сохранения исторического наследия. Вот они объявили. Фонд внимания, фонд сохранения исторического наследия. И мы тут сразу стали писать друг к другу с активистом. Я пост разместила. Игорь Багин мне ответил, известный уже нашим слушателям, что да, мы разослали сообщение и даже одна заявка от Кирова подана. И я почему-то, еще не зная, сразу подумала про ваш дом, который вот сейчас, ребята, окучиваете, что называется, в хорошем смысле слова. И действительно оказалось так. И мы решили, что пора, конечно, про это все рассказать. И про фонд поподробнее сейчас, конечно, хотелось бы рассказать и понять, сможет ли он поучаствовать в жизни этого дома и могут ли еще кировчане активно любые с этим фондом посотрудничать. Давайте послушаем, что сказал нам Павел вчера, уже поздно вечером Аня его записывала. У нас два будет включения Павла. Сейчас первый, пожалуйста, внимание. Фонд «Внимание» нами создавался на протяжении последних нескольких месяцев. Мы понимаем, что в обществе есть определенный запрос на сохранение памятников культуры. И нам хотелось бы начать не с многомиллионных трат, например, на Ропшинский дворец, который не восстановит 20 активистов с кисточками. Поэтому мы как раз рассчитываем на то, что будем раздавать маленькие гранты размером до миллиона рублей. Учредителем фонда является организация «Городские проекты», которая в свое время была создана Максимом Кацем и Ильей Варламовым. Это московская организация, но сразу скажу, мы уходим от Москвы, у нас пока нет в списке объектов ни одного московского объекта. У нас все от Оренбургской области, от Бузулука до Новгородской области. И, кстати, вот там есть один Кировский объект. На основе чего мы хотим строить свою деятельность? За большие памятники за большие объекты культурного наследия отвечает государство. И Дома Верки Перминова условный тоже должно реставрировать государство, если говорить о самом старом доме на Вятке. Но какие-то интересные детали среды, выиски, фонари, канализационные люки, ограды ворот, они вполне себе доступны для реставрации и простым горожанам. Там не нужно быть реставратором, там не нужно получать от Минкульта никаких бумаг. При этом мы понимаем, что в регионах довольно дохленькое городозащитное движение, отделение общества охраны памятников истории и культуры, которое было создано еще на минуточку в 1965 году, кое-где живы, кое-где нет. Поэтому фонд внимания это такая попытка охватить всю территорию России с точки зрения сохранения старины, потому что из Москвы ничего не видно, из Петербурга ничего не видно, и более того, скажу честно, из городов-миллионников тоже ничего не видно. Мы собираем гранты с помощью краудфандинга. Гражданин не жертвует нам разово 5 тысяч рублей, или 3 тысячи рублей, или 300 рублей, он становится подписчиком. То есть с его карты каждый месяц списывается определенная сумма, и он радуется, что таким простым путем одним кликом сделал какое-то благое дело. У нас, конечно, есть экспертный совет, у нас есть юристы, у нас есть специалисты и по дереву, у нас есть специалисты по камню, которые оценивают объем работ, которые скажут, что это, скажем, стоит не 150 тысяч, а 80 тысяч, это стоит не 900 тысяч, а 400 без ущерба. И таким образом мы планируем, что наши первичные сборы от постоянных жертвователей состоят около полумиллиона в месяц, что позволит выйти нам примерно на пять объектов в месяц уже в сентябре-октябре текущего года. С одной стороны, это кажется мелочью, но правда мелочью, когда в стране 8 тысяч разрушенных усадеб и дворцов. Но в Москве мы это заметили, что вокруг любой вывески, на которую потрачено не так много денег, сразу, знаете, начинается какое-то полезное и интересное движение. В Кирове с этим не все плохо, я довольно часто бываю в вашем прекрасном городе, и в прогулке пешком по Вятке в свое время подготовили горожан к тому, чтобы воспринимать свой город исторически, в то же время как турист, показывать его полностью, а не какой-то открыточный набор вот у нас вокзал, вот у нас Александровский сад, вот у нас там овраг засора. А нужно действительно, чтобы город, даже дома, в котором не связаны может быть с именами Герцена, Витберга или Царковского, выглядели достойно, чтобы дома выглядели опрятно, тем более у вас действительно хороший губернский город с потрясающим набором достопримечательностей, в который дарится новые и новые сюрпризы, вроде вновь найденных могильных плит, что говорит о том, что когда-то был на этом месте, вплоть до деревянных домов, которые действительно нужно спасать и на которых достойные украшения. Ну, давай на этой ноте, Аня, уйдем на рекламу и потом обсудим с нашими коллегами собственно говоря участие в фонде внимания, каким образом нам поможет, потому что из шести заявок, которые сейчас только есть на сайте, одна из них наша, заявок не то, чтобы шесть всего подали со всей страны. На самом деле их, конечно, гораздо больше, Павел вчера объяснял, но вот экспертный совет, он действительно создан совсем недавно, и огромное количество заявок сейчас проходит экспертизу, как раз должны в фонде оценить, какие средства понадобятся. А наш проект уже готов. На сайте fondvnimania.ru есть заявка восстановления фасада и боковой стены Киров-Спаская 38 и уже объявлен сбор средств. Вот если кто-то готов как на Яндекс.Музыку подписываться, подписаться на наш дом, то, пожалуйста, заходите в fondvnimania.ru восстановление фасада и боковой стены Спаская 38 город Киров и подписывайтесь на этот дом и таким образом вы тоже можете поучаствовать в восстановлении исторического наследия. Я повторю то, что говорил Павел, это не обязательно должна быть какая-то крупная сумма, это может быть 100 рублей, это стоимость обеда даже меньше в Кирове, но если таких по 100 рублей будет тысячи, не знаю, там 2, 3, 4 и так далее, это уже большая сумма, которая поможет нашим активистам в их работе. Прервемся. Итак, внимание, внимание, фондvnimania.ru объявил об открытии сбора средств на восстановление фасада и боковой стены дома на Спаской 38. Это наш город, наш дом, дом купцов Клобуковых 1861 года постройки. И если вы зайдете на этот сайт и подпишетесь на этот наш дом, вы сможете подписаться и донейшн, что называется, пожертвования туда вносить, любые там от 50 рублей, заканчивая всем, чем вам только не жалко. Можете даже ежемесячную подписку оформить и с вашей карточки будет списываться сумма, которую вы хотите жертвовать на этот дом. Всего ребята заявились на 100 тысяч рублей, что меня, конечно, шокировало, потому что я понимаю, что 100 тысяч рублей это вообще, ну, как бы, для восстановления для восстановления фасадов и стен, мне кажется, что это просто ноль. Вот сейчас собрано 15 тысяч с половиной, 15 с половиной тысяч, вот я это вижу, счетчик на сайте стоит, и мы даже с Саней тут в перерыве обсудили, что, наверное, мы проведем такой эксперимент, посмотрим, как люди будут реагировать, запишем этот ролик, пустим в эфире, и я вот только не очень понимаю, есть ли ограниченные какие-то сроки сбора этих средств или их нет. Светлана, если Елена Костова говорила нам о том, что вы к сентябрю хотите закончить работы, то, наверное, надо ускориться жертвователям. Ну, как бы, вот уж как хотят, пускай так и реагируют. Чтобы не затянулось это все до зимы, и чтобы та историческая кладка, которую вы сейчас вскрыли, освободили от старых слоев краски, чтобы она не портилась ни осенью, ни весной, ни зимой, чтобы между кирпичами не скоплилось, не замерзала вода. Да, я, конечно, это сделаю. Ну, потому что вот, даже маленькой суммой, это классно в таких вещах участвовать, просто-просто классно. Напоминаю, что кроме того, что вы на сайте фон внимания можете оставить подписку, оставить свои пожертвования в восстановлении этого дома, вы и сами можете прийти к ребятам, зайдите в группу Томсуэрфэс на вятке ВКонтакте, посмотрите, кто и когда требуется, просто поучаствовать в какой-то из летних дней, вечеров, в этих самых работах. Это классное времяпрепровождение и в одиночку, и с семьей, и коллективом, там, с работы, например, да. Вот, смотрите, какая история. Действительно, вернемся сейчас к деньгам. 100 тысяч, ну, как-то, вы говорите, скромно заявились. Почему такую сумму обозначили? Потому что я так понимаю, что вот Павел говорил тебе, что до миллиона рублей, да? До миллиона рублей они готовы, но при этом смотри, какая история. Сейчас у них в работе, в сборе средств шесть проектов, кроме нашего, еще пять. При этом Павел говорит, что в месяц они планируют собирать, ну, примерно полмиллиона. Я так думаю, что миллион – это та сумма на один объект, который будет выделяться не разово, может быть. Так она не будет выделяться, на нее собираться будут средства. Но просто как бы они рассчитывают на проект до миллиона. То есть так, чтобы было сразу видно, миллион уже можно собрать и есть какой-то эффект. Почему сто тысяч? Ну, во-первых, как бы мы сейчас просто посчитали минимальные наши потребности и еще, опять же, учитывали время. Потому что месяц, конечно, время – это не так много. Совсем. Это совсем не много. Вот если бы, скажем, мы бы знали уже о проекте, скажем, уже где-то бы зимой, да, и заявились бы тогда, тогда сумма могла быть больше и объем работы, возможно, был бы и больше, чем сейчас. Но вот мы, исходим из того, что у нас сейчас нужно очень быстро сделать, да, вот именно до осени пока нету дождей и снега. Тем более… Кровлю будете восстанавливать? Кровлю нет. Нет. Капитальный ремонт будет в этом доме через два года или через год. И поэтому сумма значительно уменьшается. Понятно. Ну, нужно сделать так. Дело в том, что с нее течет на стену, поэтому надо обезопасить, по крайней мере, немножко подделать эту крышу, чтобы с нее не текло. Сделать водосток. Сделать водосток, по крайней мере, да. Будет капитальный ремонт в духе современности. Ну, то есть это будет профнастил или оцинковка или еще что-то. Нет, я так понимаю, что капитальный ремонт кровли будет как раз. Кровли, я про кровлю и говорю. Кровли не стены. На самом деле, профнастил или оцинковка. Эту кровлю не видно, потому что полностью дом примыкает к другому дому и только с одной стороны, где тоже доступа нет. Ну, как бы видно, не видно. У меня просто интересно. Там сейчас металл, конечно. Но там и был металл раньше и будет сейчас металл. Историческую черепицу, конечно, там не восстановит. Взяли мое предложение, сразу забили со всех сторон активисты и журналисты. Что ж такое-то? Я хотела спросить, может быть, имеет смысл поговорить с фондом капитального ремонта и прикинуть по деньгам, как это все обходится, и крышу сделать историческую? Почему нет-то? То есть совместить усилия капремонта и сбора денежных средств на восстановление этого дома и делать по-нормальному. Потому что мы так можем сказать, что и пластиковые окна, окей, ребята, в рамках капремонта хорошо. Вот посмотрите, соседняя часть, которая, да, вот эта вот трехэтажная, белые пластиковые окна в исторической стенке, как они смотрятся? Более того, когда мы уже стали это делать дом, да, вот второй этаж, у нас были окна исторические, сейчас уже там появился пластик. То есть мы даже не успели ахнуть, но уже не успели. Что ты скажешь хозяину? Нет, вот эта вот история, не что ты скажешь хозяину, а что ты скажешь властям. Потому что вопрос замены деревянных конструкций или на пластик белый поднимался давно, еще в самых наших первых программах Урбан, которые здесь были, что надо защитить такие здания. Светлана, ты не забывай, пожалуйста, что здание не является памятником истории. Мы об этом сказали в самом начале. Я не про это говорю, а про годы городские. Прекрасно. Как про городские годы город сам может принять некоторые правила, которые говорят о том, что в зданиях до такого-то года постройки необходимо, чтобы оконные рамы заменялись на такие же по цвету и конструкции. У тебя может быть пластиковое окно, но коричневого цвета и такой конструкции. Ты знаешь, я вот скептик. Город не будет спонсировать установку окон в частной квартире. Ну, потому что ни один человек не готов будет платить таким скептиком, а надо просто продвигать правильные изменения. Замечу, да, что, в принципе, этот дом находится в охранной зоне, и там есть эти правила, то есть там пластик ставить нельзя. Нельзя, Аня. То есть есть такие правила в городе, просто эти правила, как бы, никто их не контролирует. А есть, говорит, на набережной, да, сейчас у нас поставили такие окна, а почему мы не можем это сделать? Ну, вот смотрите, это все вопрос действительно политической воли и активности сообщества. А вы завтра Илью Шульгина об этом спросите. А мы завтра прям покажем этот дом, прям покажем этот дом, покажем этот фонд и покажем эти пластиковые окна. И как только начнется первое движение, Ань, поверь мне, первое движение, хоть один дом, на него будет обращено внимание, вот на рамы, пойдет дальше и дальше и дальше по цепочке. Это уже вот на собственном даже опыте небольшом, я могу сказать, что это действительно так, на самом деле. И при этом не надо руки выкручивать, не надо нажимать, надо просто совместные какие-то выходы находить, решения по этому вопросу. А если мы за этот флигель возьмемся все вместе, напоминаю, что это «Спаская-38», сейчас восстанавливает, пытаются активисты, я уверена, что все получится, фасады, боковые стены, дом купцов Клобуковых. Если мы вместе возьмемся с фондом капремонта, с Ильей Вячеславовичем Шульгиным, с активистами, архитекторами, историками и просто людьми, которые город хотят любить и любят, то все получится. И флигель может быть через год-два у нас превратится в замечательный, совершенно прекрасный объект. У нас остается три минуты до завершения эфира, и вот мы уже с коллегами договорились, что мы будем освещать Томсорфест, ролик запишем, привлекающий внимание. А сейчас хотелось бы обратить внимание, что фонд, который создал Илья Варламов с коллегами, он все еще собирает заявки, и я даже сегодня послала Дмитрию Александровичу Курдюмову в Фейсбуке сообщение и ссылку на фонд с предложением послать заявку на восстановление исторического вида чугунной решетки в областной больнице. Которая синенькая сейчас. Которая синенькая сейчас, чугунная бывшая черная решетка и профнастилом металлическим основание закрыто, потому что она тоже рассыпалась, я помню. Это тоже исторический объект, который может быть Это то, о чем говорит Павел Гнилорыбов, да, это объект, который может быть профинансирован в рамках фонда. Давайте включим сейчас комментарий Павла для тех, кто заинтересован, может быть, сейчас и сам хочет какую-нибудь заявку отправить. Мы исходим из нескольких постулатов в данном случае. Первый – это действительно готовые местные инициативы. Дальше мы уже будем сами ездить, тормошить народ, глядеть, какие потенциальные интересные вещи остались, может быть, в посадах, в пригородах. Это в первую очередь, конечно, касается деревянного зодчества. Старые советские вывески. Но сейчас мы до конца года, ну, может быть, чуть раньше, готовы финансировать только целевые и уже подготовленные к жизни проекты. Потому что есть довольно сложный этап переговоров с собственником. Иногда собственник частный и с удовольствием пускает на свою территорию. Иногда в доме живут три семьи. Там одна семья сохраняет старую столярку, а вторая поставила пластиковые окна и кондиционеры вывела прямо через лепнину. Третья – вообще государственная организация или Почта России, с которой проблем не возникает. То есть, сейчас мы берем только проекты, которые поступают от региональных активистов. Мы готовы вкладываться и в профессиональных реставраторов. То есть, если человек обоснованно скажет, что мои услуги стоят столько-то, мы с удовольствием профинансируем. Здесь не идет речь о профанах, о людях, которые ничего в этом не смыслят. Мы хотим, чтобы карта страны, действительно, от Калининграда до Владивостока вот так вот формировалась с малыми делами. Копеечка к копеечке будет рубль, а там будет еще много чего. Пока мы берем практически все проекты. Единственное, формирование экспертного совета вот только завершается, и мы действительно привлекаем профессионалов, которые за всю жизнь сделали несколько десятков объектов, за которые не стыдно, где все было выполнено научно. И я так понимаю, чтобы поучаствовать, надо просто зайти на сайт фонда «Внимание», там есть форма специальная, заполнить заявку, приложить какие-то документы, фотографии, может быть. Именно так. На самом деле, мы занимаемся домами до 1952 года. Пока. Возможно, со временем мы расширимся, потому что Хрущевки, Брежневки и даже дома попозже уже включаются в культурную орбиту. Но пока, конечно, это в основном 19-й век, 18-й век. Примерно половина дерева и камня. Очень, конечно, хочется, чтобы об этом узнали не только региональные центры, но и условно Иранск, Уржум, Слободской тоже могли к этому включиться, потому что окно возможностей оно открылось. Мы не знаем, как будет идти сбор средств дальше. Сейчас он идет очень бодренько. Мы уже собрали, собственно, практически месячную сумму. Среди них довольно много регулярных подписок. Все, спасибо, коллеги. Будем участвовать в этом проекте тоже. Благодарим наших гостей Елену Кустову и Эдуарда Филиппова. Участников проекта TomSuerFest на вятке. На 20 минут прервемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова